По-прежнему на азиатских квалификациях, на Азия, чемпионшип с призовым, там, может, в полтора, да, даже больше, в миллион шестьсот, по-моему, тысяч долларов, и призовой, конечно, очень огромный для турнира обыкновенного, якобы. Ну, там, достаточно классный компендиум, и всем понятно, откуда такой призовой фонд. Как вы видите, не обновилась сейчас еще статистика, не обновилась сеточка, давайте попробуем еще раз, может быть, что-то там залили, нет, пока что еще действительно ничего нету, но, в любом случае, несколько игр уже прошли, Ехом выиграли сейчас Больших Богов, или я что-то не так говорю, но, в общем, Ехом выиграли, Большие Боги проиграли, Дек тоже проиграли. Для Больших Богов вообще было две рапиры в Курьере, насколько я знаю, там происходил просто лютейший трэш. Ну, и у нас в карте Тонг-Фу против Лжик-Дек. В принципе, было тоже довольно интересно, Тонг-Фу 1-0, есть сейчас победка, посмотрим, что будет в данной карте. Я немножко уже подглядел пик, и, ребят, хочу сказать вам там некие проблемы. Вот так вот, давайте я вам проще сделаю, без какой-либо сеточки. Тонг-Фу опять пикнули Вингу и Акса. К Дек банить не захотели Акса, и просто пикнули сейчас же Герналту Брюмастера. Брюмастер, да, влетел, я очень люблю этого персонажа, но здесь, я думаю, он будет довольно неплохо. Он сможет это все отдейфить, он сможет там также сейчас наравне подраться с Аксом, и есть уже какая-то мощь у к Дек. Джигерна через Мом, скорее всего, мне не нравится этот билд. Да, я, конечно, понимаю, там критов больше, когда ты его мне слэшишь. Ну, это все, на самом деле, не так уж и положительно. Джигернаут под Момом очень быстро умирает, и тем более здесь есть Акс. То есть, если Джигернаут включит Мом, и вообще Акса будет стоять рядом, у меня плохие новости для Джигернаута. Висп залетает для Тонг-Фу. В банах Нага Сирена, Батрайдер, Энштоп Оперейшн, Леон, Скайверос Мейдж, Ляг Дек. Хорошо. Виспа будут довольно-таки быстро разбирать. Естественно, есть там Саленс лютейший, и... Да вообще, как Сапор, Скайверос Мейдж очень сильный. Есть Джигернаут. Висп будет страдать. Я пока что не совсем понимаю пик Виспа. Нужно было его опять же пикнуть в каком-нибудь ТХД, и... Делать то же самое, что и делали. Делать грязь, только стоит взять какого-то героя получше. Ну, поплотнее, в смысле. Кто-то тут может драться. Тинни. Просто сейчас Тинни. И всё. И неубиваемый только. Фу. Сларк. Ну что ж. Сларк, конечно, не Тинни, но... Беда Скайверос Мейджу. Сларк. Да, действительно, очень круто сейчас заходит. И Кисп, скорее всего, будет как раз-таки бегать с тем Сларком. Фармящий Сларк. Скорее всего. В триплу. Ребята, опять пойдут в сложную. Хотя посмотрим. ЛПЦ сейчас напикает здесь такой гадости. И особо-то уж не разберёшь, что там будет происходить у нас. Так. Шейкер для ГДЕК. Два довольно хороших саппорта. Опять же, которые могут драться. Опять же, у которых есть Саленс и полезные общие спеллы. Брюмастер, Джиггернаут. Все четыре героя дерутся. В отличие от прошлого Эмбера, Виспа и Медузы. Здесь есть какая-то сила. Клакверк сейчас банит. ЛПЦ. Причём, не особо задумывался. Просто такой, ребят, я решил Клакверка. В принципе, Клакверк. Да, это фокус Акса. Можно просто похукаться в Акса. Закрывать его в когах. Самому из них форстафаться. И бесполезный красный мужик. Так, ну что ж. Минута бонусного времени у ГДЕК. Нужно сейчас КУ, чтобы быстро принять. Подумать. Но, мне кажется, капитан команды ГДЕК слегка... В недоразумении вообще, что ему убирать отсюда. Что ему убирать из героев. Тролль. Ой-ой. А вот, кстати, с троллём... Сларк-то в десять раз сильнее. И есть ещё целых полтора минуты только подумать. Я пока ненадолго свернусь. Буквально на несколько секунд. Так. Всё, я снова здесь. Посмотрел я. Всё у нас прекрасно работает. Всё у нас хорошо. Минута бонусного времени. ЛПЦ. Просто подождём пик. Я даже не могу ничего сейчас сказать по поводу следующего героя. Так как я не знаю вообще, куда пойдёт Сларк, куда пойдёт Акс. И что будут делать эти герои. Дарксир. Просто Дарксир в сложную линию. Сларк в мидлейн. Фармящий Акс, я так понимаю. Или Акс в мидлейн. В общем, не суть важна. Дарксир заезжает. Есть Акс, есть Дарксир. Всех стянули, всех загрили. Закрутились, убили. Пик интересный у Дунг-фу. Но... Довольно трудно будет его исполнять. Так как есть станы. Есть куча станов. Есть Саленсы. Есть Брюмастер, который имеет Праймал Сплит. Довольно тонкая такая комбинация у Дунг-фу. Если немножечко не получается, ребята отлетают. К дек. Последний пик. Ну, здесь Брюмастер в мидлейн. Два саппорта имеется. Жигерный отфармящий. И остался герой в сложную. Какого-нибудь Кентавра просто сейчас пикнут. И тогда Дунг-фу будет... Ой, как не сладко. Десять секунд. Инвокер. Инвокер в сложную линию. Или Брюмастер в сложную линию. А инвокер в мидлейн. Но это будет у нас вексовый инвокер. Сто процентов. И будет, скорее всего, у инвокера. Орчит. Опять же, Саленс. Ветра. ЕМП. Без маны Дарксир. Без маны Висп. Чую я 1-1. В этот раз, конечно, мне пик нравится больше Угдек. Намного причем. Да, чувствуется такая маленькая задумочка у Тунг-фу. И герои друг другу подходят. Ну, Угдек просто. Герои сами по себе сильнее. Нам Брюмастер пойдет в мидлейн. Инвокер все-таки в сложную. Мэйби будет стоять в миде на Брю. Ну, уже пора уже допикать. Звук из доты будет немножко пропадать. Я пока что сворачиваюсь. Почитываю чати. Кстати, бывает у нас на четвертом канале Старладера. Отлично. Распикали, ребята, героев. И очень интересно посмотреть на лайнапы Тунг-фу. Потрясающий кинжал у нас Ларка. Просто нереально крутейший кинжал с Аскади. И божественно смотрится. Блин, я хочу такой нож себе. Ребят, подожди, подарите мне такой нож. Большой такой маркетинговый ход. Но кинжал очень крутой на Сарк. Так, ну что ж. Зашли сейчас Тунг-фу в чужие леса. В принципе, то же самое сделали и ГДЕК. ГДЕК вообще в смоках всей команды. В пятером. Бравые такие ребятки. Прочесали весь лес. Тунг-фу. Ну, немножечко посмотрели. Все так же в чужих лесах. ГДЕК возвращаются. Джекернаут уходит на легкую линию. Шейкер со Скайверс Мейджем уходит за ним. Инвокер. Инвокер в мидлейне. А Мейбин на Брюмастере все-таки будет сложный. Стоять. Акс. Отправил Курьера зачем-то на базу. В принципе, летел ему здесь... А, Висп забрал Боттл. Понятно. А зачем вообще-то таскать себе танк, если можно было бы его сразу купить? Акс. Спокойненько здесь вышел. Сейчас будет напрягать, знаете, крипов. У Микасы некие проблемы на Джекернауте. Вообще просто не чувствует Джекернаут. Говорит, вы... Зачем? Зачем вы делетесь? Драка последнее делает. Да, просто отводит крипов. Естественно, не хочет, чтобы Тауэр падал так быстро. Здесь какая-то помощь. Кабу уже слегка просел. Получил фисурку. Получил конкассив шот. Так. Трипла теперь у нас с Аксом на этот раз и с Виспом. Нет, ну это, конечно, довольно все неплохо. И Висп, понятное дело, будет вливать много в Акса. Аксу просто нужно агрить и крутиться. И надеяться на Виспы. Но так же есть и Саленс, и так же есть Фиссура. И Джекернаут может закрутиться, убежать или наоборот продамажить. Здесь инвокер против Сларка. Кстати, еще и вард есть у Джекернаута. Точно, как раз таки он его сейчас здесь вкачал. И, возможно, будут некие проблемы у Тонг-фу. Висп отправляется куда-то сейчас в сторону мидлейна, к Сларку. Сларк с Тонгусиком. Наверху. Мэйби против Дарксира в Соло. Один на один, ребята, будут там находиться. В принципе, Брюмастер милишный. Да, довольно неприятно стать против Дарксира. Но имеет 10 крипов. У Дарксира тем временем всего лишь 7. Кстати, у Джекернаута тоже 10 крипов. Игдек начинает лучше пока что фармить. И инвокер на несколько крипов перефармливается. Сларка. Аксу нужно чуть-чуть уровня сейчас еще получить. Такс, заагрил Джекернаута. Или не заагрил? Вот теперь заагрил. Хорошо. Фиссурка сразу же под двум героем. Стан. Отлетел в Джекернаута. Но не могут. Просто не могут Тонг-фу продолжить атаку постоянно. Шейкер выкидывает фиссуры. И Скайверс Мейдж тоже имеет довольно неплохой дэмэдж. На Аксу придется агрить как-то трех героев, чтобы хоть постарались их убить. Тонг-фу. Джекернаут все равно фармит. И Акс фармит. Но лучше, конечно, что фармит Джекернаут. Аксу нужно убивать. Акс такой герой, который должен что-то делать с самого начала. А вышка не пушится. Стоят они. Триплой. Джекернаут фармит больше. Тонг-фу. Не правы. Тонг-фу просто здесь не правы. Блэд Фьюри уже в двоечку сейчас вкачал. Так. Погоня за Джекернаутом. Загрил. Акс не попал по Скайверс Мейджу. В принципе, идея была довольно хорошая. Фиссура. Отлично Джекернаут. По трем героям здесь закрутился. Минус висп однозначно. Ну и выживает все-таки Акс. ФБ. Для Джекернаута есть уже. Фейсбутс. Очень хорошо сейчас все сделали. Просто поняли, что Джекернаута... Джекернаута... Что ж такс. Не попал Аграм. На ветрах. Покрутил сейчас инвокер Сларка. Здесь висп отлично. Пробивать. Очень больно пробивает. Сейчас также еще и висп пятого здесь по ушам настучали инвокеру. 1-1. Неплохо довольно там вышел Сларк. Брюмастер обузит баночку. Дарксир пытается его как-то здесь спушить. Опять же вышка не ломается абсолютно. 27 крипов. Дарксир. 23 крипа. ЛПЦ с Кабу сейчас немножечко поняли. То, что стоит двигаться. Стоит носиться по карте. Так как не получается. Просто не получается убивать ту Триплу. Тем более и Ферзблат там отдали. А Акс отправился вообще сейчас наверх. Кстати, под Дарксиром. Айон Шилл висит. Хорошо. Загрели Мэйби. Но ребята здесь находятся вдвоем. Висп довольно поздно прилетел. И никакого слоу на Мэйби нету. Мэйби спокойненько. Фловы отходят под свою вышку. Получает опять же эксп. Кстати, есть Праймал Сплит у Мэйби. Отличное начало для гдек. Да. 5 минут. 1-1. Пытались опять же Дунг Фу завязать какую-то войну. Сход уже. И ничего у них. Пока что не выходит. Поменялись линиями. Дарксир отправился. Стоит в сложный. Дарксир, кстати, 6-й левел. Рецепт на Солринг. Баночка. Сальва. Все у него здесь хорошо. Мэйби. Мэйби тоже 6-й уровень. И тоже довольно неплохо. 1000 золота есть сверху. Акс. Фармит сверху. У Акса 24 крипа. Акс не силен. Ну что ж. На самом деле есть вариант. То, что Сларк будет постоянно где-то бегать. Постоянно кого-то гангать. Так как Инвокер один раз умер. Инвокер вексовый. Да, это, конечно, тоже силы. И ветра там ЕМП, кулснепы. Можно, можно гангать. Но все равно. Сларк, скорее всего, будет получаться немножко получше. Тарксир. Увидел с камеры с мейджа. Решил немножко побегать на Сюрджа. Побежал все равно в ту же самую сторону. Ничего толкового. Опять же не сделал. Мэйби. Клэпнуть не успел. Стан полетел в Мэйби. Здесь Фисур посейвили. Брюмастер. Будет ли Прайма Сплит? Пошел Прайма Сплит. Камень. В Акса. Прямо в череп. В затылок просто кинул. Веспа. Подняли на ветра. Конкассив. Шот. Капу. Акс. Еще один камень сейчас получил. Акс должен умирать. Акс погиб. ЛПЦ. Тот же погиб. Дабл килл от Гардера. Венжи Фул Спирит на ветрах. И огромные проблемы от Уг-Фу. Прилетел сейчас, конечно, Тарксир. А что сделает здесь Тарксир? У Тарксира есть Айншилл, конечно, четвертого. И можно сейчас Айншилл на себя накинуть. Сюрдж. И сжечь просто Скайверс Мейджа. Кстати, там еще Орех, по-моему, из Скайверс Мейджа сейчас летит. Или уже... Нет. Орех летит сейчас в Шейкера. Винга. Будет еще несколько секунд. Сейчас крутится на ветрах. Примастер. Есть, кстати, Инвиз в батле. Поэтому просто уйдет, прожмет Инвиз. Не видно, как я рисую. У Сларка тоже план Капкан. Сларк хочет навстречу сейчас побежать команде ГДЕК. Есть такая возможность. Брюмастера все отпускают. Никто даже на него не смотрит. И, понятное дело, Тунг-Фу готовит план наступления. ГДЕК думает, как им обороняться. Ничего абсолютно нет. До голуби здесь секунда. И до конка севшота 8 секунд. БИТЬ НЕКОГО. 200 хп в Скайверс Мейджа. Потому что, как бы, одной лапой в могиле. Или одним крылом. Как там будет интереснее он. Так, а это ГЕМ? А что делает ГЕМ в крыле Скайверс Мейджа? Мне очень интересно. Нет, это, скорее всего, не ГЕМ. Это просто похожая какая-то зеленая штука. Давайте вот здесь вот посмотрим. Здесь слегка потише. Здесь нет вот этого вот... Шелеста ветров. Инвокер. Кстати, а если сейчас инвокер кстанет ветра и просто немножечко займет сларка, это будет на пользу к ДЕК. И, в принципе, к ДЕК. Стоит здесь вардик. Здесь стоит вардик. Увидит. Точно увидит перемещение. Хотя до варда 5 секунд. Но этого должно хватить. Джиггернаут по-прежнему фармит. Морбит маска появилась. 500 золота сверху. Еще нету у меня слэша. Но уже, можно сказать, появляется МОМ. Спокойненько фармит в своих лесах. Где АКС? АКС от АКС. Лужи крови просто. АКС она находится. Будем ждать. Кто первую выиграл? Первую выиграли Тонг-Фу. Ихом взяли первую карту. Как раз там тоже, да, сейчас пишут. Тонг-Фу выиграли. Ихом выиграли. Больше инфы не знаю. Да, если есть инфа, на самом деле, по всем каналам... Лучше мне писать. Хотя я и сейчас сам найду. Господи. Кто у нас там вообще сейчас играет? Большие боги выиграли. Большие боги выиграли. Ну и вроде бы все. А, и АМЖ против ДГ. Кстати, кто такие ДГ? Надо будет это тоже посмотреть. Выиграли ДГ. На АМЖ проиграли первую карту. Вот так вот. Висп, скорее всего, будет летать там со Сларком. Всех убивать. Потому что... Довольно неплохие герои до друга. В 6000 даже так обузят, бывает. Я помню. Ваня Ванскор очень долго играл на Сларке с Виспом. И убивали там, обузили себе пати. На героя, конечно, не слабо. Это уж точно. Акс. Дружище, где ты? Давайте посмотрим пока Рошану. Все равно делать нечего, в принципе. Я вот очень долго был удивлен. И говорил, что за реалистичность вообще в ДОТе, если копье торчит отсюда, как бы, да, лезвием в эту сторону. А здесь копья нету. Это как оно вообще вошло туда? Каким образом? И здесь торчит еще палка. Это оно выгнулось, что ли? Вот так вот. Каменный голем с золотым яичком во лбу. Нам. Блин, я, кстати, как-то не обращал внимания на золотое яйцо во лбу. Ну и ладно. Да, действительно, некие проблемы. Сейчас у Тунг-Фу, Акса все нет и нет. И мы уже ждем, наверное, минут пять. Я же даже не знаю, что вам здесь рассказать. Забавный Сларк. Выкинул ветку. Там еще даже ветка не упала, по-моему, до конца. Такой смешной Сларк. Усердно двигается. Отлично. Есть Аксы. Будут сейчас отжимать паузу. Потрясающе. Я только начал рассматривать героев и начал заниматься практически своим любимым занятием на стриме. Драка. Да, побежал, конечно, Тараксир. Сейчас сжечь Скайверс Мейджа. Это было очевидно. Брюмастер ушел немножечко в другую сторону. Сларк дальше не побежал. И забрали только одного Скайверс Мейджа. Скайверс Мейджа. Скайверс Мейдж уже, опять же, появился. Скролл, прикупил. Пошел. На верхнюю линию. Нужно, кстати, получить 6-й левел. Будет там, понятное дело, Мистик Флеер. И с Мистик Флеером-то этот вот справедливый петушок сможет убивать Виспов, сможет убивать Вингу. Акс. У Акса проблемы. Ой-ой-ой, нужно камеру выключить. Все, выключил. А, это он так здесь фармил прекрасно. Понятно. Мейби. Немножко загулял сейчас. Да, все-таки прохарасил. Там ремастер появился Мому Джиггернаут. Вот и есть Тёмный Слэш. Можно идти убивать. Сразу же можно идти убивать. Вышку сейчас царапает, конечно, своим самурайским мечом. Джиггернаут. Дарк Сиро. Прилетел дефить. На иллюзию. Повесил сейчас шеул. Быстренько иллюзия сгорела. Просто отправил ее туда. Брюмастер. И вышка падает. Вышка падает. Дефить некому. Минус Тауэр. Очень простой Тауэр сейчас для ГДЕК. Так. С ВАКСа 700 золота. И до Даггера еще, конечно же, очень долго. Так. Справедливый. Немножко откидывается сейчас СВАКСа. Паншет сил второго уровня. Будет у нас уходить он все-таки в САЛЕНС. Ну, на самом деле, хорошая вещь. Так как САЛЕНС. Вдобавка еще и дополнительный магический урон. Убегают Тонг-фу. Прибегают к ДЕК. Есть Праймал Сплит. Можно драться. Можно драться. Можно драться за вышку. Стараться как-то сейчас подзабрать ее здесь. Кстати, от Джиггернаута. Джиггернаут вообще с линии не уходит. Джиггернаут сейчас найдет просто Дарксира. Дарксир. Некое везение просто сейчас было у Дарксира. То, что ребята разминулись. ГДЕК. Стараются кого-то найти сейчас еще и в чужих лесах. Постоянно гоняют таксы здесь. Вообще, постоянно гоняют команду Тонг-фу. И уже две тысячи к ДЕК выигрывают. Такое вот достаточно хорошее начало. Сларк, есть брейсер. ПТ, боттл, брейсер, гряженые стики. Ничего интересного. Хорошо. ИМП ветра. Сларк быстренько ушел с паунса. Так. Акс пришел на защиту своей вышки. Да и в принципе на вышку-то здесь особо никто не насягает. Да, есть брюмастер. Постоянно клэпает. Подпушивает как-то. Линию. Нужно что-то интересное. Действительно хочется на что-то посмотреть. Пока что ребята просто все фармят. Тонг-фу, зажались на своей половине карты. Фармят свой лес. Отпушивают фишки. Все надежды на Сларка. Я верю в Сларка. Хотя у Сларка только 53 крипа. А у Джаггернаута 81. По Нетворцу Джаггернаут 5500. А Сларк 4500. Сларк, конечно, сейчас слегка подслабже. Maybe. Свободно здесь фармят. Если что, есть шейкер с фисуркой. Может спокойненько его подсейвить. Сякс просто раскрикивается своим Берсеркеркам. Джаггернаут. 600 золота. Сверху как-то маловато. А, но здесь уже... Есть Яша практически. Опять тогда все ясно. 12 минут игры. Джаггернаут еще ни разу не проюзил. Он не слэш. Уже 9 левел. И можно найти какого-нибудь Дарксира. Какого-нибудь Виспа. И убить. Или Джаггернаут просто хочет фармить, фармить и фармить. Драка. Хорошо. Усларка огромнейшие проблемы. Мистик Флэр успевает убежать. И ЛПЦ в принципе неплохо. Его подхилил. Здесь инвокера стянули. Инвокер не попал. Сейчас в стеночку. Праймал сплит. Хорошо. И УУУ отправляется скорее всего сейчас в таверну. Пытается на Сержева бежать. На ветра подняли его здесь быстренько. Приземлили на место. И не убили. Хорошо. Как-то в принципе Тонгфу сейчас справились. С командой ГДЕК. Драка. Еще один раз. Отлично. Быстро сбрилили. Просто Омни Слэшем. Акса. И уходит ГДЕК. Отличная игра. Да. Как же все просто для ГДЕК. Пытался сейчас куда-то прыгнуть Сларк. Да. Был там Шадоу Дэнс. И убежал бы он в любом случае. Есть ТП. Прилетает Кабу. Закрутился здесь. Раз же ГЕРНАУТ. Мэйби. Ворвался с Даггера. Кисурка по двум героям. Минус. Веншфл Спирит. Убегает. Дарк Сир. Здесь. Мэйби. В таверне. Два в один. На самом деле. Не стоило бы врываться просто так. Дэк. Очень странные файты. Не за что. Абсолютно здесь дрались. Вот сюда. Куда-то. Тоже забегали к Дэк. Причем два раза. Первый раз не получилось. Второй раз. С Омни Слэш. Он же ГЕРНАУТа. В принципе. Убили. Акса. А не проще заниматься правильными делами. Там. Ломать вышки. Аккуратно драться. Дарк Сир. Есть Мека. Дарк Сиру. Еще нужный Даггер добавок. Сларк. Появился Даггер. Кстати. Без барабанов. Просто решил сходу сделать Даггер. Не совсем. Я конечно понимаю идею этого Даггера. Так как. Сларк. Некого. Пока что не убивает. Ну возможно. Очень сильно хочет. Прыгнул. Отлично. Мэйби. Страдает. В принципе. Так же страдает Сларк. Виспятами по ушам. Сейчас нашлепал здесь Брюмастеру. Хороший фраг для Сларка. Сларк. Убегать. Сайленс. По Виспу. Виспу очень больно. Сларк. На развороте. Привет. Ку. Ку. В таверне. Висп на самом деле сейчас просто подфидел. Просто так отправился в таверну. Здесь. Отличные х-слэмы. Сларк тоже умирает. Что вы делаете? Тонг-фу. Что происходит вообще? Зачем? Зачем Висп летел к Сларку? Старк уже убегал в принципе в ту сторону. Зачем Сларк пошел? Опять спасать его. Две ошибки сейчас в Тонг-фу. И... Довольно странная игра. Действительно. Вот она китайская дота. То бывает хорошая. То... Какие-то фейлы. Довольно необдуманные врывы. Джиггернаут. По-прежнему все с маму. Он фармит в лесу. 1900 золота. Заветный артефакт акса появился. Можно прыгать. Желательно прыгать в Шейкера. В Скайберас Мейджа. Так. Смоках Дек в четвером сейчас находится. Меж вышек. Хороший вардик тыкнули на самом деле. Это очень интересный. И на вышечку. Заходит к Дек в Миде. Доломали Тауэр. Тонг-фу. Драться не хотят. Акс фармит лес. Все фармят лес. Все фармят верхнюю линию. Все держатся вместе. Ну что ж. 16 минут. 7-6 счет. К Дек на Рошана. Поехали сейчас будет еще для Джиггернаута. 2 200 кстати на руках у Джиггернаута. Мне кажется стоит вообще что-то прикупать уже. Так. В Смоках Тонг-фу что-то знают ребята. И сейчас можно так жестко ворваться. Здесь ЛПЦ. Со Сларком отлично. Кух уже в таверне. ЛПЦ. Очень мало ХП остается живой. Сейчас упадет. Конечно умрет. Отличная сетка. Подхиливают ребят. Праймал сплит. Умер пока что. Один висп. Один в три. Дабл килл от Сларка. Мэйби тоже погибает. Трипл килл Сларк. Потрясающий файт. Просто великолепная драка в исполнении Донг-фу. И Рошан естественно тоже для Донг-фу. Как же ребята сейчас все хорошо сделали. Ну вот он, Джиггернаут с Момом. Который там буквально с двух-трех ударов отлетает от Акса и Сларка. Сларк. Появились барабаны. Две тысячи. Кстати, сейчас еще сверху. Можно прикупить себе что-нибудь. Можно вообще уже выходить в скаде. Давайте-ка посмотрим на графики. Вот так вот. С трех с половиной тысяч упал график мгновенно до нуля. Я думаю, это не конец. Сейчас обновиться график будет еще. Преимущество. В сторону Тонг-фу. Экспириенс. Вообще пятерка сейчас для Тонг-фу. Кдек подфидонили. Кдек явно сейчас нафидили. Инвокер. Есть Орчет. Нужно возвращать свое преимущество. Нужно убивать Тонг-фу. Бить Венжи Фул Спирит. Бить Дараксира. Сларк 6.1.1. Есть Ультимейт Орб. 700, кстати. 50 золут уже тоже сверху. Потрясающий фармит. 9 тысяч снетворс. Обогнал жигернаута. Даракси Фул Спирит. 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 Я не знаю, если честно, сколько. И только я потом случайно это заметил. Я надеюсь, недолго. И я мискликнул, guys. Ничего интересного. Все равно сейчас не происходило. Сларк. Решил в ответ сейчас пушить вышку. Жигернаут. Появился Манта Стайл. Ну, Манта Стайл это... Не тот артефакт, который сейчас нужен. Жигернауту нужно уходить прямо в реальную плотность. И... Покупать какие-то как раз такие вот скади. Что-то интересное. Не знаю, можно Аганим вообще было купить. Даггер. Вышка. Вышка Денайбл. Вышку нужно Денайить. Сларк. В наглую решил подойти. Здесь, на ветрах Сларка прокрутили. Но в любом случае, он там с Паунс уже довольно далековато улетел. Хорошо. Вышку добивает. Жигернаут. Отходит. Фу, отходит к дек. Это, в принципе, пока что конец всех драк. Напомню еще раз всем. Потому что в чате, действительно, опять же, очень много вопросов. Первую игру выиграли Тон Кфу. Тон Кфу 1-0. Кдек. В смоках. Через свои леса как-то на нижнюю линию, насколько я понимаю. Или что это за вылазки. Довольно странные вылазки. Да, пытались кого-то найти в своих лесах. Не очень это получилось сейчас, ух, дек. Просто пробегали. Фармящая дота. 9-10. Сларк. 10 тысяч нетворса. У Джигернаута история такая же. У Джигернаута 1200 золота сейчас еще сверху. На Рошана. Три минуты, скорее всего, как раз-таки следующий файт будет на этом Рошане. Сларк 2 ультимейт. Тарамба. Сларку осталось 1200 до Скади. И со Скади Сларк будет намного жестче уже. Хотя Сларк и так довольно потный. И есть у него, в принципе, висп. Есть какая-то поддержка. Да, варп стоял буквально минуту. Сразу же его здесь сломали. Шейкер с Даггером. А вот это, кстати, уже просто заявочка на какие-то врывы. Что собирает Акс? Акс опять же собирает Аганим. Но в этой карте Аганим. Не лучший артефакт, на самом деле, для Акса. Аганим для Акса классная вещь тогда, когда Акс выигрывает. А сейчас Акс 0.2, у Акса 11 уровень. Когда Акс всех щелкает просто, как орехи, вот этим своим топором косой, или что это даже. Да, это вроде топор коса. Что-то похожее. Тогда да, Аганим вещь крутая. А сейчас... Я не считаю нужным. Лучше бы какой-нибудь Вангвард собрал бы. Или что-то подобное. Алибарду. Но Алибарда еще, конечно, будет. Мэйби в инвизике. Нет, пока что только в смоках. Вот теперь в инвизике. Хорошо, можно сейчас заходить. Клэп, отлично. Фиссурка. Дарксира стерли очень быстро. Кабу свапнул. Дарксир живет. Потрясающе. Кабу умирает. Здесь Эхэслэм был. Джиггернаут также разультился. Джиггернаут. Ну, убить надо Акса. В чем проблема? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И минус 4 делают. Сейчас Тонг-фу. Ох-ох-ох. Какая ошибка была просто от ГДЭК сейчас. Да. Не добили Акса. Плохая драка. Эхэслэм. В одну Венжевл Спирит. Венга. Свапнул Дарксира. Дарксир на развороте. Весь вот этот вот сейчас прокаст выдал. И Джиггернаут с Момом просто отъезжал, по-моему, один от своей иллюзии. И Джиггернаут опять помирает. И не помогает ему ни Манта Стайл, ни Мом. Ни Мом, ни Слэш, с Момом. Мда. Тонг-фу. 4 в 1. Сейчас. Опять же, разменялись. Ну, вот такие вот теперь графики. Опять же, еще один спад графиков. Просто прям стрелой ушли они вниз. Скоро появится Рошан. Нужно еще и забреть Рошана. Рошан. Несколько секунд. Да, 10 секунд Рошана. Я думаю, как раз-таки сейчас ребята это все прочекают и... Ну, забреют, пойдут. Джиггернаут нужно больше фарма. Верно. А еще лучше собирать хорошие артефакты, а не Момы. Потому что Момы не хватает Джиггернаута. Так, Рошан стоит. В принципе, пока что Тонг-фу не особо хотят его забирать. Здесь и Веншфол Спирит. Лесочек немножко подфармливает. Сларк, естественно, тоже есть. Скади. 2 500 сверху. Сларка. 7, 2, 4. 14 тысяч нетворца. Сларк. Машина для убийства. И тем более, есть поддержка. Виде ЛПЦ сейчас. Дарксир. Дарксир практически с БКВ. Дарксирую здесь 2 соточки осталось. С копейкой. По-прежнему все фармят. Давайте хорошо посудим. Просто по китайским меркам героев, если игра затянется на час. Кто будет сильнее? Сларк с Виспом? Или все-таки Джиггернаут? В принципе, и Брюмастер есть. Хотя Брюмастер особо-то уж не полезный в лейте. Инвокер, да. Инвокер, конечно, очень качественный герой. И делает грязь. И МП, и Бласты. Довольно противная вещь. Сларк 3200. Можно просто ванкликом сейчас прикупить себе башер. И скорее всего, это будет лучшее. Где? Сларк 3600. Что хочет этот Сларк? БКБ появилось у Джиггернаута. Ну, верно. Момы, манты, БКБ. На самом деле, БКБ здесь довольно хороший выбор для Джиггернаута. Потому что есть такие вещи, как Дарксир. Есть станы, венги. И если просто Джиггернаут не закрутится, понятное дело, он умирает на мгновение ока. БКБ также появилась и у Сларка. Сейчас с ванкликом. Ну, тоже довольно хороший вариант, естественно. Есть Шейкеры, есть Схайверс Мейджи, Саленсы. БКБ. Вещь нужная. Все-таки я думал, что сначала будет какой-то башер. Смоки от Тонг-Фу. Вчетвером какая-то вылазка. Здесь Дарксир пока что без Смока. Можно, кстати, поиграть в Дурачка, попробовать. Или на Рошана, ребята, будут заходить. Стоит здесь иллюзия Брюмастера. Иллюзию Брюмастера убивают. На Рошана заходит сейчас Тонг-Фу. Кдек среагирует ли? Да. Смок. Поехали. Рошан. Пока что один Сларк здесь находится. У Сларка есть БКБ. Вся остальная команда вышла. Сларк поняли на ветра. Тонг-Фу тоже что-то знают. И отходят просто к Дек, так как нет пятерых героев. Сейчас на Рошане. Один Сларк здесь дерется. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Какая вылазка. Вылазка в спину. Сейчас нашли Акса. Можно бить. БКБ Омни Слэш пытается его пробить. Здесь Акс в таверне. Хорошо. Куча китов там еще проскочила. Сларк тоже старается драться. Мистик Флэр по Кабу. Один в один пока что уже разменялись. Два в один Праймал Сприт. Брюмастер бегает. Бесполезно. Всех стянул Дарксир. Стенка, стяжка. Победа. Тонг-фу в этой драке. Хотя нет. Брюмастер. Старается, конечно, что-то сделать. Сейчас Фуловый бегает. Мэйби. Мэйби просто кастует телепорт. И ничего сейчас, конечно, Сларк сделать с этим не сможет. Ну что ж. Три в два. Не так уж все и плохо для Акдек. Я, конечно, думал, что ребята просто отлетят там пять в два. Ну да. Совсем немножко выиграли Тонг-фу. Самое главное, что Тонг-фу выиграли Рошана. А едис для Сларка. Графики все растут. Графики сейчас уже пятерочка будут в районе... Нам, в районе этого. Их спа. Девять. Девять тысяч. Сларк. Свап. Хорошо. Мэйби. Получил сейчас стан. Сларк. Напрыгнет, скорее всего, просто сейчас на Мэйби. Форстаф. Нужно было это делать немножко раньше. В любом случае, Мэйби очень мало здоровья в таверну. Он отправляется. Здесь пытался его подсавить. И Инвокер. И Гарда на Шейкере. Не получается. Джиггернаут. Включил БКБ. Омнислэш через 5 секунд. Омнислэш через 5 секунд. Сларк. Как много урона в таверну. И бежать сейчас за Куку. Тоже в таверне. Что делает Сларк? Просто омнит всю команду к дек. Инвокер. Погибает. Гердер. Погибает. Ультра. Килл. Сларк. Что вообще вытворяет эта маленькая рыбина? Потрясающая игра. И... Никого не отпустили. Байбэк. Синвокер. Опять же убили. 3 300. В пользу сейчас Тонгфу. Это Тим Вайп. Это 5 в 0. Есть Аедис. Пушат сейчас, ребята. Тир 2 вышку. По-моему, это конец для к дек. Вот такие вот сейчас графики. С 4000 быстренько до десятки добрались. Ой-ой-ой. Развал кабин. Да, никто ничего не смог сделать с этим Сларком. 9-секундная БКП за 9 секунд. Сларк там всех переубивал. И не хватило буквально 2 секунд Джекернауту для Омни Слэша. С Омни Слэшем, возможно, хоть что-нибудь получилось бы. Привет. Шейкер. Праймал сплит. Хорошо. Сларк это пробивают, в принципе. Здесь Саленс по Веспу. Веспа сразу же подняли в воздух. На самом деле нужно было бы улететь в этого Сларка. Сларка, господи. Веспа. Так, в принципе, сейчас и делает. Микаса. Сларк. После Дратса. После Аедиса. БКП опять же прожал. Микаса мало ХП. Закрутился. Но все равно пробивает, пробивает. Вот здесь Сларк. Гонит просто под фонтан. Фурстафнули Сларка. Сларк уходит в Шаудул на Шанул Дэнс. Хорошо. Трипл килл. Превосходит богов. Что хотят сделать к деку, я не понимаю. Мэйби. Так же отлетает. Сколько там уже ловкости у этого Сларка. Двадцатку я сейчас стаков здесь набил. Пока что бегает под пивом. Так. И решили уйти. Или нет. Не отпустят. Отпускают. Кабу. Стан. Кабу. Проблемы. Акс. Должен прыгнуть. Отлично. Всех заагрил. Шейкер. Разультился. В таверну. Акс. Сларк. Единственный, кто, в принципе, может сейчас драться со стороны Тунг-фу. Сларк. Мансит. Старается как-то выжить. Здесь Висп. Пытается как-то выхилить. Даблкил. Опять же. Только уже на этот раз от Дарксира. Что делают к Дэк? Дэк просто не могут убить Сларка. Сларк все-таки погиб. Но... Но 14 тысяч. Просто 14 кусков за два файта. Отсюда Сларк не уходил. Наверное, минуты 4. Куруселью бегал. Убивал абсолютно все герои к Дэк. Убивал там всяких шейкеров, которые по 25 секунд у нас рессуются. Сларк прикупил ванкликом Баттерфляй сейчас себе. Стоит прикупить еще. И МКБ. Ну, хотя, в принципе, не столь на самом деле нужный МКБ. Можно Тарпак там по кулдауну сбивать от пива. Для БКБ клацать вовремя. И убивать всю команду за 7 секунд. Теперь за 7. Ну что ж. Стороны нету. Но хотя сломали только один рейнджовый барак. Милишник пока что еще оставили. Да. Тонг-фу выиграли игру. За 4 минуты. Просто 4 минуты. Было 4 тысячи, стало 15 тысяч. 15 тысяч уже отыгрывать. Раз в 10 труднее. 20 тысяч экспы. 21 700 нетворсов этого Сларка. Появился Сларк. Поднял свой Баттерфляй. И, ну, можно сказать, 6-слотовый уже Сларк. А куда ребята улетели? Инвокер. Убежал. Хорошее место. Сларка оставляет на верхней линии. Инвокер. В гоствалке. Побегает сейчас по чужим лесам. Попытается найти здесь выход. Да и, в принципе, спокойненько уходит. Курьер. Курьер. По лицам Курьера повели. И не смог его убить. Там инвокер. Да. Живой все-таки Курьер. Ну что ж. 17-30. И Джиггернаут уже в два раза слабже, чем Сларк. Нужно к деку формить и вообще не драться. Теперь вообще не драться. Вот как-то там откидываться ветерками, ЕМП. Просто собирать какие-то артефакты. Им уже хватило. Они уже два раза подрались. Фрагов просто 15, наверное, отдали. БКБ появилось у Акса. Это, кстати, довольно интересно. Акс БКБ. И влетает он постоянно в какого-нибудь там бремастера. В него летят фиссуры, эхэслэмы. И... Хороший, хороший. Опять же, выбор на Аксе делать БКБ здесь. Это вообще всей команде Тонгву желательно БКБ. Виз. Представляете, бустер полторы тысячи хп. Еще бы какой-нибудь ГОСТ сейчас поиметь бы виспу. Пауза от бремастера. Какие-то, возможно, там проблемы у к дек. Так. 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 Две шестьсот сларка сверху. Две ссиддесят четыре крипа. Двадцать две тысячи. Но, творец, какой же сильный сларк. Подфидели, конечно, к дексу знатно. Два восемь, Skyverse Mage, Шейкер. Ну, Шейкер хотя бы четыре шесть. Вот два восемь, Skyverse Mage. Купил ГОСТ. Кстати, ГОСТ, да, ГОСТ его будет спасать. Это... Понятное дело, но... Насколько. Дарксир. Шива, БКБ, Форстаф, Мека. Хороший запак у Дарксира. Второй Нетворс. Так, бремастер с Аганимом. Они поздно ли? Там у всех БКБ уже. Инвокер. Шнадцатый уровень. В Макшене практически в Экс. В троечку только вкачан сейчас Экзорд. Башер. Есть у Сларка. Парабаны просто продал. Башер сейчас купил себе сходу. Я думаю, как раз-таки притачат себе этот артефакт и пойдут Тунг-фу в бой. Ну, возможно, дождут, кстати, Рошана в Смоках. Кдек. Кдек. Могут найти команду Тунг-фу сейчас всех. Увидели Кабу. Прыгнули. Клэпнули. Саленс. Здесь ворвался Агс. Всех загрел. Хорошо. Дарксир, как всех, тоже стянул. Ой-ой-ой. Виспы с Ларком прилетели. Омнислэш. Никого не убивает. Джиггернаут с Омнислэша. Урод там расплители. Здесь Виспа. Убили. Хорошо, это уже минус два. Дарксир. Также в таверне. Агс. Минус Агс. В одного Джиггернаута. Кстати, Дарксир, в принципе, выживает. Дарксир выжил. Прыгнул Сларк дальше. Пытается сейчас пробивать здесь инвокера. Ну и Сларк начинает уже действительно просто кайтить. И всякие конкази в шоу. И прочее, прочее, прочее. Как выжил Дарксир? Дарксир был 20 хп. Как он смог вообще выжить? Да ладно. Практически попал. И... Не убил бы, конечно, но практически попал бы. Джиггернаут. Джиггернаут вообще ничего, на самом деле, в драке не делает. Есть Омнислэш. Омнислэш проходится по иллюзиям Дарксир. Омнислэш он кого-то харасит. Но дэмэджа крайне мало. Очень мало дэмэджа. А Джиггернауту нужно больше урона. Нужно убивать хотя бы Акс какого-то. Больше урона действительно вносит Шейкер. Когда Шейкер просто плинкуется. Эхо слэмит. Фисурку там выкладывает. Сларк 25 уровень. И не умер он там в драке. Графики. Кстати, немножко отыграли к дэк. Действительно, две там, две с половиной тысячи сейчас вырвали к дэк. Но это очень мало. Залагал сейчас Сларк. И Шейл висит вообще в другой стороне. Сларк стоит в одной. Шточек в другой. Интересно, так будет и дальше. Башер появится у Джиггернаута. Вот, появляется мощь. Появляется настоящая мощь уже у Джиггернаута. И есть урон. Можно вообще было делать, наверное, какой-нибудь изолятор. Да, мы здесь Мом. Драка. Нет, не драка. Прилетел сейчас Виспс обратно. Со Сларком. Вышечка на топе упала. И улетает к дэк. Просто улетает. Вот, правильно. Так и нужно сейчас играть. Десять тысяч уже преимущества. К дэк, в принципе, довольно неплохо отыгрывают. Джиггернаута там шестнадцать пятьсот. Вот, и сокращается. Сокращается, в принципе, преимущество. Инвокеру бы какой-нибудь хекс заварить. Есть ультимейтор, 1700 сверху. Нужно больше. Золото. Акс. 1200 сверху. Акс вообще два пять. Я гоним, но не нужен. Я действительно гоним. БКБ вещь полезная. Кстати, на месте Акса можно тоже собирать какой-нибудь хекс вообще. К дэк пытались опять сделать какую-то вылазку. На этот раз Тонг-фу уже перестали наглеть. Просто остановились на своей стороне. Дабл дэмэдж. Кстати, кто заберет ДД? Сларку бы ДД забрать. Здесь подняли Вингу. Привет, Кабу. Кабу отправили в таверну. Тонг-фу пойдут ли драться? Инвокер в инвизике. Так, отлично. Прыгнул моментально. Акс, Акс всех заагрил. Хорошо, всех стянули. А дальше-то что? БКБ подключали. Инвокер отправился в таверну за несколько секунд. Здесь также погибает Жиггернаут. Пытается выхиливаться с ворда. Не выходит. Байбэк от инвокера. Драка. Где драка? Акс. Мало ХП. Акс. Ничего нету. Потеряет сейчас сгем. Хорошо. Вагоне с Дарксиром. Здесь пришел Сларк. И теперь уже вопрос в следующем. За кем погоня? Сларк. Пытается что-то сделать. И просто умирает. Хотя нет, спаунс уходит. Дарпак там пытался себе снять что-то. Но визурка. Хорошо. Сларк байбэк. Сларк байбэк. Рошана отдавать не хотят сейчас. А кстати, а к деку-то выигрывают? К деку выиграли. Файт. Кабу. Прибежал. Также на месте. В принципе был Сларк. Странные муэ. На Рошанчика. Тонг-фу. Заходят. Нужно быстро сейчас спилить Рошана. Нечем просто тратиться к деку. Есть инстинкт инвокер. Ну, санстрайк. Такое. Да. И наваливает Сларк по Рошану. А есть для Дарксира. Сыр для Веспа. Отлично. Семь. Ну, нет, побольше пока что. Пока что еще в районе девяти, скорее всего, тысяч преимуществ. У Тонг-фу осталось с пятнадцати. Наг-дек. В принципе, ну, слегка закамбетчили. Потный инвокер. Инвокер просто сейчас заденавил форжами вышку, которую пытался добить Сларк. Пойдут ли на хайграун Тонг-фу? У Сларка нет байбека, если что. Хотя у инвокера тоже нет байбека. Давайте откроем самое интересное. У Джиггернау-то нет байбека. ЕМП. Здесь быстренько убивает. Сейчас Skyrass Major 39 хп с Гастом. Выживает. БКБ. Просто Сларк включил. И до победного пытается лезть. Но нет. Нужно спаунс уходить. Саленс. Кабу принял весь дэмэдж в себя. Хорошо. Свапнул сейчас просто моментально Сларк. Ошибка была Сларка. На самом деле не стоило так лезть за Skyrass Major. А будет ли драка? Висп в таверне. Ворвался Darkseer. Darkseer ничего сделать не может. Эхо Слэм. Потрясающе. Минус. Погибает здесь также Сларк. Сларк под Саленсом. Без маны. В таверну. 120 секунд не будет Сларка. А Егис. Выбили у Darkseer. Darkseer. На ветра не подняли. На всякий случай даже включил еще БКБ. Да можно просто уходить с телепорта. Нет. Решил дальше побежать. Мба. Вот он в принципе и камбэк. Вот. Экспириенс. С двадцаточки в ноль. Золото. Сейчас наверное поднимется тысячам. К шести. Уже к семи. К дэк наворачивает команду Тонг-фу. Не сломали ни барак. Не подрались. Ничего не сделали. И Skyverse Mage. Тому причина на самом деле. Потому что Сларк просто полез сюда. То есть и умерла Венгай из-за него очень быстро. Висп там сыр по-моему съел из-за него. А нет. Висп вообще сыр не ел. Исп просто пытался его как-то выхилить. Тоже неудачно. К дэк. Отправились на Тауэр в миде. Миде вышка погибает. Глиф. Неужели будут сейчас защищаться еще Тонг-фу? 55 секунд без Сларка. Идея очень плохая. Вышку сломали. Глифа нет. Можно заходить на хайграунд по чуть-чуть. Акс. Прыгнул. Хорошо. Быстренько нужно убить сейчас Жиггернаута. Мина Жиггернаут. 100 секунд его не будет. Убили Виспа. Праймал сплит. От панды. А дальше-то что там? На хосте просто бегает сейчас Дарксир. Акс опять же ворвался. Никого не заагрил. Вышка даже не тронута. Здесь хороший свап от Кабу. Кабу умирает на этот раз за Акса. Нет, еще жив. Кабу. 47 хп. Размансил. Под санстрайк не попал. Ну что ж. Просто потеряли Жиггернаута. Вышку даже не тронули. Там, ну может, пару раз кто-то случайно там ударил по ней. И, в принципе, Тонгфу отдайфили довольно просто. Быстро там, конечно, размело еще и Жиггернаута. Вот в чем главная проблема к деку. Скорее всего, стоит идти к какому-то бремастеру. Первому, инвокер, появился Хекс. Инвокер. Форстав. Хекс. Гем. Арчит. Тонгфу. В смоках. В чужие леса. 48 минут уже карта длится, если что. В принципе-то там на 30-й, на 32-й было понятно, что выигрывают Тонгфу. И 15 тысяч золота. И все так здорово. Но вот такой вот камбэк сейчас сделали к деку. И это действительно камбэк золота. 5 тысяч всего. Кабу. Попал здесь под мейби. Агр. Примал сплит. Не попал просто агром. Сейчас фарджи. Нужно фарджи убить. Здесь драка. Хорошо. Ворвался сейчас ларк. Минус гардер. Самое главное. Джиггернаут. Развлетелся. Джиггернаут убивает здесь виспа. Больше никого. Что вообще происходит в драке? Всех стянули. У всех БКБ. Никто не чувствует вообще урона. Акс пробивает. Акса живой. Сейчас еще здесь джиггернаут. И джиггернаут носит, кстати, очень много уже урона. Я не знаю, конечно, почему его не фокусили. Сларк просто убежал. Акс не отхилится. Акс 200 хп. Так. А сларк, кстати, фуловый. Очень интересно, почему никто не бил джиггернаут. Да, там он не слэш, конечно, и поскакал довольно неплохо джиггернаут. Но все равно. Четыре раза его ударят в ларк. И все. На этом все кончилось. Шейкер байбэкнулся. Если убивают шейкера, то драка намного проще для тунг-фу. Потому что нету этого эхо слэма бешеного. Просто шейкер ждет 5 секунд, пока у всех закончится БКБ. Дарксир вроде бы всех стянул. Поставил стенку. Банда. Естественно, не восприимчив к магии. БКБ. Джиггернаут. Никто абсолютно не чувствует никакого урона. И тунг-фу уже не могут так развлекаться как раньше. Сларк. Четыре тысячи. Нужен Эбисал. Нужен Эбисал. Но также нужны байбэк. Байбэк, кстати, уже появился у Сларка. Ну и вот. Четыре тысячи золота всего-то. Все стороны стоят абсолютно у КДЭК. И теперь игра опять же на раунах. 50 минут карта. И абсолютно ничего еще не ясно. Брюмастер. Аганим. Кираса. Ладмирс. Осталось еще Брюмастеру сейчас подсобрать БКБ. Джиггернаут. Три тысячи золота сверху. Это, естественно, сейчас на байбэк. И Джиггернаут тоже Эбисал. Довольно интересно заезжает. Дарксир. Четыре тысячи. Дарксир. Есть фойтстон. И. Будет ли. Хекс, кстати, быстренький. Ну как быстренький. На данный момент, в смысле, пойдет ли фармить Дарксир. Хексов. Много не бывает. На месте акса тоже нужно собирать Хекс. Но пока что Blackmail. Выход в какую-то кирасу. Гдэк. Прочесали весь чужой лес. Ничего интересного не нашли. Подпушили вверх. Ой-ой-ой. Сколько здесь фарма. Вот сейчас Дарксирует. Как раз таки все нужно отфармить. Но нет. Отдают просто Сларку. Очень аккуратничают обе команды. Действительно. Пять тысяч золота всего-то. Экспириенс вообще теперь на стороне Экдек. Экспириенс сейчас не так важна. Все уже 16 уровня. Суперкрипмаг. Отличное название. Суперкрип. На Рошанчика заходит сейчас Тонг-фул. Прочекали их. Форгидом. Но Рошан уже мертвый. Кстати, это сырный у нас Рошан? Да. Это сырный Рошан. Забрали Аегис. Нужно забирать сыр. А, это уже второй сыр у Виспа. Точно, господи. Сырный Рошан. Что я вообще говорю? Это четвертый Рошан у нас. Сларк. Шесть тысяч. Можно купить себе Эбисол? Отлично. Есть Эбисол. Нужно идти драться. Нужно инициировать самим. Убивать Джиггернаута там за секунду. За Эбисол. Дарксир. Пять тысяч на руках. Но... Действительно, прям так тоже держит на байбэк сейчас Дарксир. В принципе, купить-то уже можно. Да, как раз таки отправляет Курьера. А есть уже Ультимейт Орб. И... Тайт как раз только сейчас он купил. Все, я понял. Я понял. Такая утренняя поплава. Ну что ж, Дарксир будет без байбэка. Но с Хиггсон. Панг-фу. По верхней линии сейчас решили двинуться. Кстати, да, здесь вообще тиртва вышка. Еще стоит вся четвертая минута. В засаде Акс. По линии Бодра сейчас двигается здесь Сларк. Если что, естественно, есть Свап. И есть Висп. Вышка. Должна падать. Минус Тауэр. Хорошо. Гдэк готовы к обороне. Тонг-фу. Очень уверенно сейчас ребята идут. Тонг-фу. Можно прыгать Аксу, на самом деле. Главное, кого-нибудь найти. За бараками находится Гдэк. Все очень правильно. Сейчас у ребят здесь. Сларк. Просто выпрыгнул отсюда моментально. Есть ПКП, кстати. Пятисекундный, если что. И если будет Саленс, то, понятное дело, что успеет его нажать. Так. И началось то же самое, что и в прошлой карте. Тонг-фу сейчас немножечко будут давить. Только в этот раз нету Джакира. И Вышка отъезжает, в принципе-то, медленней. Хорошо. Прыгнул Сларк. Отлично. Прыгнул здесь Акс. Всех заагрил. Джиггернаут. Мертвый Джиггернаут. Нужно байбекаться. Нужно байбекаться Джиггернауту моментально. Я не знаю, что сейчас еще терпит здесь Джаггер. Или... Или Тонг-фу уйдут. Нет. Тонг-фу. Набивает здесь Вышку. 75 секунд. Не будет Джиггернаут. Я не понимаю просто, что он терпит. Байбек. Джиггернаут. Хорошо. Здесь Фиссура. Прилетел Мэйби. Отлично. Праймал Сплит. А дальше что? Тонг-фу. Все просто выбежали. Все отсюда улетели. Очень хорошо. На байбек. Развели. Да, Егиса. Еще две минуты. Время вот у куфу есть. Дэк. Нужно терпеть. Нужно терпеть. Нужно драться. Здесь, кстати, будет сейчас милишный барак падать. Как много крипов. Ой-ой-ой. Просто моментально барак сгорает, конечно. Минус сторона. Просто минус сторона. Да. Так. Шейкер. Пошел Дэффить. Да можно ультануть, на самом деле. Слушай, сюда. Сларк. Доломал вышку. Принимает сейчас за женский барак. Санстрайк. Саленс. Мистик Флэр. Хорошо. Свапнули его моментально. Кабу. Потрясающе играет. Джиггернаут включил БКБ. Пытается кого-то догнать. Акс здесь был у нас в хиксе. Ничего страшного. Спокойненько уходит Тонг-фу. И к дек. Сейчас в агромнейших проблемах. Акс. Пытался кого-то загорить. Не получилось. Ультанет ли сейчас Джиггернаут? Нет. Джиггернаут не ультует. Очень много крипов. Вардик. Пытается подхилить. Здесь Дарксир. Дальше что? Все прожали БКБ. Абсолютно стенка. Стяжка. Отлично. Минус Джиггернаут. 100 секунд его не будет. Байбэк от инвокера. Потрясающе. Опять же сыграли сейчас Тонг-фу. Минус вторая сторона. Ой-ой-ой. Ворвался Шейкер. Разобрал сейчас Виспа. Акс потерял Аегис. Дальше что? Гардер погибает от рук Сларка. Сларк. Очень много ловкости. В таверну инвокер. Минус три героя. Праймал сплит тоже скоро кончится. И по-моему это конец для ГДЕК. На. Сларк. Отрегинился. Обратно в драку. Байбэк Висп. Сларк. Зашел в мидлейн. Полвышки нету. 85 секунд не будет инвокера. 60 секунд не будет Джиггернаута. Что за пот? Часовая карта. И ГДЕК. Реально проигрывают. Отлично. Сларка. Быстренько убили. Здесь никто не смог его спасти. Пытается Ак как-то пробить камеру с мейджа. Не особо. У него это получается конечно. Кстати. Сейчас Акс тоже в огромнейших проблемах. Акс. Пролетел. Просто с байбэка здесь Висп. С Сларком. Привет Мейби. Мейби. В таверне. Сторона. Падает. В бараке. Также здесь уже мертвые. Осталось 20 хп у барака. Минус три стороны. Минус три стороны. Как будут дефить к деку? Я не понимаю. Рефрешер у Шейкера. Минус шейкер. Минус кул. ГГ. ГГ пишет. Сейчас к деку. И действительно нет смысла уже играть. Ультра хил. От Акса. Упали три стороны. Падает трон. Две победы за Тонг-фу. 2-0. Тонг-фу обыгрывает к деку. Если кому интересно. Как там игралась у нас первая карта. Ну что ж. Заслужили. Действительно заслужили Тонг-фу. Потрясающая игра. И вот. Висп 2-11. Винга 0-8. Постоянно сейвили Акса. Постоянно сейвили Сларка. Очень хорошая игра. Ждем следующей карты. Как вы видите лобби уже есть. Ой-ой-ой. Мы быстренько сейчас все сюда заскочим. АМЖ против Джи-Жуарт. Ждем следующей карты. Спасибо. Продолжение следует...